так кто тут у нас ух ты кто-то у нас и чё себе вот это пацаны дают гигутомят а ты кто кстати в прошлом эпизоде это он меня застрелил это он был на грифоне мы друг друга не понять ну точнее друг друга не узнали потому что подзорки у меня не было а у него не было времени смотри что у нас тут есть первый гига да гига на лофах процесс идет очень бурный осмотрю пацаны хорошо подготовились да и я вовремя зашел молодцы только бы прайма вот побольше ну гриф он выжил это круто на новых никогда не знаешь когда заходишь на следующий день никогда не знаешь сколько живки у тебя осталось так чем просто ждем просто на расслабоне парни просит седло но он говорит там чтобы мы писали на китайском потому что по-английски он не понимает кстати для меня до сих пор остается загадкой тот факт как ребята быстро пользуются переводчиком в основном печатать через переводчик но один из наших кстати вроде бы чуть-чуть говорит на китайском языке и может печатать но у меня даже вообще ничего не отображается сплошные квадратики ну а второй очень быстро и умело пользуется переводчик так и живем но по-другому никак вот тебе лайфхак хочешь если хочешь играть в арк учи китайский к сожалению это так да ладно шучу я просто игра и все ух ты гига наш первый гигантозавр смотри сколько сразу всяких разных эмоций вокруг него пацаны тоже очень рады этому событию гигантозавр это конечно серьезный аргумент в любых спорах ну практически в любых все нужно за собой все убрать все разобрать да да правильные люди даже на уфах все разбирают ну теперь здесь будет куча кипиша постоянный орг гигантозавра но и большой подъем морального духа на дух у нас у всех прибавился гигантозавр тебе не какой-нибудь там птеродактиль ну и кстати о птеродактилях мне нужно затомить на оптеронадона мой прошлый погиб да да считают каждый день я начинаю с того что там люптера либо их сливаю я либо их сливает кто-то из наших кстати у нас очень много пропадает лута постоянно каждый день приходится начинать заново видишь вот этого игрока в эпизод это не попало но я тебе скажу это был наш вор каждый день он крысил у нас кучу вещей как там орут гигантозавра он крысил у нас очень много вещей постоянно мы долго пытались вычислить эту крысу и в итоге ей оказался вот этот китаец да да он никогда кстати не разговаривал даже с нами по-английски только на китайском а когда дело коснулось что он крыса когда его усыпили проверили нашли весь лут он сразу каким-то чудесным образом начал разговаривать на английском да вот так вот бывает после того как мы его выгнали жизнь стала немножко налаживаться по крайней мере каждый из нас не стал крафтить лут каждый день один и тот же вот смотри но выптер пусть и донны но я пришел к выводу что супер топовые птер и нам на данном этапе не нужны все равно мы такие бомжи что у нас птеры как расходный материал поэтому буду его томить но будут томить его на баранине да да я наконец-то нашего барана прям недалеко возле нашей базы поэтому это будет мой первый птер на баранине я надеюсь она не пропадет надеюсь он притомиться быстрее чем пропадет это баранин еще нужно принести наркоты чтобы птер не проснулся потому что баранина такой деликатес что если она пропадет будет очень обидно даже более обиднее чем птер хотя нет птер на баранине тоже очень обидно но как-то так короче так я думаю я думаю баранины хватит теперь бы никто еще не напал наркоты тоже хватит это кто сюда там там медведь ходит а там чё за бомж бегать блин вот фиг разберешь эти бомжи наш не наш кто плохой хорош вообще фиг поймешь из-за этой неразберихи очень много проблем у нас вот кто это блин бегает а наш вот видишь это наш а бывает бежит не наш но он хороший а бывает бежит не наш и он плохой и вот попробуй разбери подзорок то нет ни у кого все же бомжи еще смотри какая шикарная луна я думаю это луна сопутствует хорошему рейд завтра завтра пойдем в патруль посмотрим кто здесь есть ну и может быть кого-то за рейдим если кого-то найдем ну что начинаем наше с тобой патрулирование так а где эти два чисто вроде все чисто врагов нет где остальная банда так не а где они считая как-то дерзко так сижу а вон они летят никогда на оффах нельзя так сидеть так проверяем вот эту пещеру там вроде бы кто-то жил сейчас посмотрим пока здесь живет только дикий раптор ну я думаю они с ним разберутся сами а мы пойдем посмотрим и лучше наверное идти без птира да пожалуй птира оставлю здесь а сам схожу на разведку вроде спама нет дурак нет если там и живет какой-то трайп то не очень развитый о наши уже там все тогда я вернусь за птиром и буду же залетать на птере чисто вообще никого как так даже бомжение а только мертвый птира на дон может у него что то есть ничего нету хотя бы мясо возьмем крейджи на плот зачем здесь люди строят плоты никогда не понимал этого еще и такие мощные металлические не пацаны никого здесь нету все заряжено до нас все украдено до нас и все убиты полетели посмотрим что дальше но тут то мы точно найдем кого рейдануть рейдануть бомжей это ведь святое сейчас посмотрим кто тут есть все уже в рейджина до нас а ни одной базы тот рейджина бедные бомжи как нас все угнетают а ставь лайк если переживал ту же самую боль когда построил базу а на следующий день оказалось что ее больше нет зашел в игру и нет у тебя базы так пацаны где пацаны прочесывают местность каждую дырочку каждый закоулок чё опять за остановка стамина что ли восстанавливаешь надоело ему летать на птере клиент меня поражает вот зачем бросать птира просто так взял и бросил ну хотя может быть и был смысл если нас убьют заспавнится и полетит на пти ну ладно но еще какая-то хибитка тоже в рейджины опа что тут опа щас что-то будет русские наши нет нет пацаны не надо их трогать ничего у них нет рейдить их смысла нет да и как-то жалко не знаю мне всегда было жалко рейдить таких людей портить им настроение портить им игру о вот их домик стати ну смотри у них тут уже есть анкилка ребята развиваются ну давайте пацаны удачных вам не знаю чего вам удачно удачного вам выживания пацаны на этом сервере какое-то оно очень жесткое прям лютое просто не могу как-то рука не поднимается ни у меня не у ребят мы не такие сволочи чтобы рейдить кстати сегодня сервер очень очень тихий пару дней назад здесь было очень много трайбов в том числе русскоязычных блин это был кошмар пацаны но очень-очень бывает конечно обидно заходят на сервер не привет ничего да и заходят в первый раз и сразу начинает мат на мати вы все такие такие указывает всем куда идти и вот они играли здесь играли и вот сплошные оскорбления сплошные оскорбления просто вот каждую минуту оскорбляли всех и вся китайцы на это посмотрели посмотрели ну и сегодня этого большого трайба уже нет как-то так ну а мы мы не такие сволочи или я должен был просто подлететь к ним убить их но сначала нет сначала наверно оскорбить потом убить потом сказать что они вообще никто ничто они не умеют играть и пусть идут на другой сервер вообще пусть идут на неофициальный пв или на локалку так что я считаю что это неправильно и нехорошо стой стой куда пошел будешь работать на меня будешь ягоды собирать стой вот так это будет сборщик ягод на будущее нужно сейчас очень много наркотиков очень много транглизационных стрел поэтому собирать вручную я уже больше не могу нужен такой динозавр в ловил маленький поэтому он затомится очень быстро так место конечно не очень хорошее для томления выбрал но блин ладно вот для чего мне нужно было много нарко и транк стрел поводу томить хорошего анкилу потому что сейчас нужно строится нужно очень много металла без анкил и это никак я думаю будет очень хороший анкил так это чет на каждый развлекается по-своему кто-то развлекается кто-то работает ай по этому поводу еще не раз будут терки в нашем драйбе ну все ягода есть теперь осталось следить и ждать очень долго ждать видал какой у нас красивый гигантозавр и гига есть и скоро анкила будет и вообще все очень круто а главное я очень рад что крысу вычислили блин чё там опять происходит опа это кто это не наш турки работают блин они томят все что движется смотри какой важный ютиранус блин кто еще так когда-нибудь развлекается на пвп сервере из бомжей я думаю никто только мы так можем танкила чуть-чуть чуть-чуть совсем чуть-чуть наверное уйдет на это времени очень много я думаю больше час пацаны еще зачем-то волков томят нас есть кицаль все классно еще и диадон есть на количество оживки конечно поражает ну а пока тамин санкилозавр поддержи меня лайком и подпишись на канал если не подписан и не забудь поставить колокольчик чтобы не пропустить следующий эпизод я думаю будет очень насыщенным и интересным а на сегодня это все с вами был кейп до следующей встречи пока а а а а и и Субтитры сделал DimaTorzok